Мы журналисты, народ ответственный. Готовимся к каждой своей съемке очень серьезно. Сегодня я на Beauty Day в ТГУ и уже точно знаю, что такое консилер, куда наносится хайлайтер и какой бронзер сейчас в тренде. Более того, я подписан на Елену Кригену. В общем, парни, как видите, я попал. Дни красоты проводят глянцевые журналы, модные дома и известные мировые бренды. Тольяттицкий госуниверситет тоже не отстает от трендов. Правком студентов и аспирантов ТГУ провел второй Beauty Day. Первый состоялся в прошлом году и вот вновь праздник красоты продолжается. В этот раз прямо в преддверии Международного женского дня. Вернемся к мастер-классам. Макияж. Анна Дубровина и Галина Скоробогатова продемонстрировали, как сделать простой, но очень крутой мэкап на любой случай жизни. На самом деле, скажу, что это очень довольно интересный опыт и это было очень даже приятно, потому что мне указали на мои проблемы, скажем так, которые находятся в макияже. Ты уже увидела результат? Как оценишь? Я приятно удивлена, потому что довольно мелкие детали, а уже очень хорошие изменения. Как правильно нарисовать стрелки? Зачем нужен тоник и каков правильный порядок нанесения макияжа? Обсудили все животрепещущие девичьи проблемы. И внимание, вот главные секреты красоты. Девочки, не пренебрегайте умыванием, то есть прям умывайтесь, пользуйтесь тониками, увлажняйте свою кожу и пользуйтесь тональным средством. Тональное средство, правильно подобранное под ваш тип кожи, всегда будет выглядеть выигрышно и вы всегда будете выглядеть свежо и отдохнувшим. Уроки правильного позирования провел профессиональный фотограф Максим Юсупов. Идеальное селфи, ошибки при позировании и поиск собственной изюминки. После этого мастер-класса у девушек точно увеличится количество лайков в Инстаграме. О том, как сделать красивую прическу, рассказывала стилист Сыгдяна Умарова. Хотя, как рассказывала, она показывала. Весь мастер-класс специалист демонстрировала секреты на своих моделях. Кажется, что Сыгдяна знает про прически все. Еще один мастер-класс. Елена Игнаточкина рассказала о нюансах ухода за кожей. Тут важны правильное питание и соблюдение режима дня. Девушки узнали все о строении кожи, пилингах и скрабах. Как говорится в рекламе, теперь черных точек станет меньше. Фотопозирование мне очень понравилось, как Максим передавал информацию относительно правильной подачи селфи. То есть, как держать телефон, как выглядеть в кадре, как распрощить свои эмоции. У косметолога еще очень понравился мастер-класс. И очень полезная фишка для девушек. Она рассказала о том, что метиллярные боты тоже нужно смывать. Я об этом не знала. Можешь показать, как делся в детку? Как ты сделаешь? Нужно пальцы сделать вот так. И обязательно чуть-чуть повыше брать. И немного раскрепостить губы, скулы. Ну, у мужчин наоборот, немного сжать. И сфотографироваться. Beauty Day – это не только мастер-классы, но и фэшн-шоу. На импровизированный подиум вышли студентки Тольяттинского госуниверситета, а не профессиональные модели, как могло показаться на первый взгляд. Провел показ также студент ИГУ. Кирилл Шабанов – настоящий фанат моды. Он рассказал обо всех актуальных трендах этой весны. Вновь на пике спортивный стиль. Еще одна модная новость – в марте цвет настроения белый. Белый – один из самых главных трендов нового сезона. Когда тебе рассказывают какие-то нюансы, моменты, это всегда интересно. Одно дело, когда ты, например, слушаешь блогеров на видео, часто девочки это делают. И совсем другое, когда живой человек тебе все показывает, тебе комментирует. И ты можешь задавать вопросы прямо во время процесса. И если тебе что-то непонятно, ты включаешься и имеешь обратную связь. Beauty Day 2019 закрепил успех прошлого года. Профессиональные спикеры, трендовые темы, развлекательные интерактивы. Девушки довольны. Нам, мужчинам, вообще повезло. Встал, умылся и уже красивый. У девушек же все не так. Мейкап, прическа, уход за кожей – все это необходимо. Сегодня на Beauty Day F.T.G. я узнал, что это целое искусство. А вообще, девушки, знайте, мы вас любим любыми и без всяких там хайлайтеров.